В нашей студии завершилась традиционная прямая линия с главой Карачаева Черкесии Рашидом Тимрезовым. На этот раз эфир впервые проходил на телеканале «Россия-24». Были озвучены десятки вопросов на самые разные темы, на которые руководитель региона постарался давать обстоятельные ответы. Более подробно в сюжете корреспондента Артура Мхце. Впервые площадкой для прямой линии с главой Карачаева Черкесии стал телеканал «Россия-24». У жителей республики было несколько дней и способов, чтобы задать интересующие их вопросы. Первый касался оказания социальной помощи семье участника специальной военной операции, которая осталась без попечения родителей и нуждается в собственном жилье. У нас буквально недавно был на эту тему разговор и внесение определенных законодательных актов на то, чтобы участники специальной военной операции могли быть первыми, кто получает такую социальную услугу без очереди. Я думал, Мурат Олегович, мы в ближайшее время, вы адресно возьмите на контроль свой и давайте принимать такое решение. И здесь я уверен в том, что нас и парламент Карачаева Черкесской республики поддержит. И мы такие законодательные акты внесем. На прямую линию дозвонилась женщина, которая проживает в аварийном доме по Октябрьской 3 в Черкесске. Она интересовалась, когда люди будут переселены в более комфортные условия. По словам министра строительства Рината Семенова, до конца года в северной части Черкесска будет сдан дом, куда позднее и переедут собственники жилья в аварийном строении. «До конца текущего года мы вводим в эксплуатацию второй дом по улице Свобода 62. И до 1 июня мы переселим этот дом в Октябрьской 3, если не ошибаюсь, завершим». Часть вопросов от жителей касались недостаточного количества автобусных рейсов по ряду маршрутов, в частности, до села Предгорного в Урубском районе, а также до станицы Зеленчукской из региональной столицы. По каждому случаю будут проведены проверки. При необходимости количество единиц транспорта будет увеличено. Во время прямой линии был задан вопрос и об участии Карачаево-Черкесии в международной выставке на ВДНХ «Россия». День нашей республики в Москве запланирован на 8 декабря. Не обошли вниманием жителей региона и проблему обеспечения некоторых населённых пунктов питьевой водой. По словам главы Карачаево-Черкесии, решение вопроса находится на контроле. Так, аул Кумыш без перебойной подачи воды будет обеспечен до конца первого полугодия 2024 года. Всего же в регионе строится около 200 километров водопроводных коммуникаций. Ещё одна важная для населения проблема – несвоевременный вывоз мусора в Черкесске, из-за чего люди порой вынуждены подолгу лицезреть во дворах залежи бытовых отходов. Рашид Темрезов поручил мэру республиканской столицы держать ситуацию на личном контроле. Также граждан интересовали планы по развитию курорта Архыз. Успешный опыт инвестора доказывает, что притягательная для туристов зона отдыха станет ещё лучше. «Определён стратегический инвестор, такой, как компания «Горные вершины», которые уже показали себя и во время Олимпиады в Сочи, и на курорте «Красная поляна». Я считаю, что для республики это только плюс». Следующий вопрос касался благоустройства города Карачаевска. Недавно там открыли «Зелёный остров». Теперь людей интересовало, когда же они смогут воспользоваться услугами строящегося ледового дворца. Согласно планам, спортивное новоселье должно случиться до конца текущего года. Ещё один проблемный вопрос касался недоступности детских игровых комплексов для ребят с ограниченными возможностями передвижения. Слово было предоставлено градоначальнику Алексею Баскаеву, который отметил, что при проектировании тротуаров и зон отдыха для детей в городе стараются учесть все нюансы, что будет делаться и впредь. «Конечно, мы это учтём в работе. И вот сейчас, когда мы проводим работу по благоустройству наших тротуаров, мы обязательно учитываем эти нормы и требования, создаём доступную среду, так называемую безбарьерную среду. И ряд обращений нам поступает, мы обязательно её берём в работу и уделяем этому особое внимание». Завершающийся год промышленности показал, что в Карачаево-Черкесии есть предприятия, способные к успешному импортозамещению. Создаются новые рабочие места, что в нынешних условиях уже немаловажно. А итоги тематического года будут подведены в первом квартале 2024-го. Следующий год в России посвящён спорту. Жители попросили главу республики оценить некоторые достижения наших спортсменов. Рашид Темрезов назвал в числе значимых успех футбольного нарта, который в скором времени представит регион во второй лиге. Впрочем, Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров по количеству людей, занимающихся физкультурой. И данный выбор населения будет всячески поочеряться и поддерживаться. Последний прозвучавший в эфире вопрос касался планов по строительству республики аэропорта. По словам Рашида Темрезова, у нас много нереализованных проектов, которые мало кто ранее верил. При той поддержке, которую сегодня оказывает и представитель правительства Михаил Владимирович Мишусин, и при тех поручениях, которые уже даны, я думаю, что в ближайшее время мы начнём его строить. Отвечу так. Надеюсь, что мы начнём его строить в следующем году. Спасибо. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил жителей за небезразличные отношения к тому, что есть в республике. Он и команда будут делать всё, чтобы регион и дальше развивался. Разумеется, рамки эфирного времени не позволили озвучить в студии все поступившие на прямую линию вопросы. Однако ни одно обращение не останется без ответа. Артур Мухцев, Вести, Карачаево, Черкесия.